1 марта не только первый день весны, но и всемирный день комплиментов. И мы решили его отметить. Как? Об этом далее. Ах, боярня красотою лепа, червлена губами, бравми союзно. Получать комплименты от Ивана Грозного это наверняка особое удовольствие. Но сегодня мы проверим, как чебоксарцы реагируют на комплименты от просто неизвестных людей. Нам поможет наш подставной актер, это Евгений. Здравствуйте. Евгений, у тебя такие стильные очки, я тоже такие хочу. Бога ради, держите. Вот видите, что можно добиться комплиментами. Ну что ж, пойдемте проверим. Итак, эксперимент. Мы прячем камеру и отправляем Евгения на поиски симпатичного объекта. Девушка, вы очень милая. Первая реакция, которую получил наш актер, долгоиграющая улыбка. Как оказалось, это скорее исключение. Пожалуйста, не прячьте волосы под шапкой, они просто прекрасны. А вы знаете, что у вас кофта отлично подчеркивает цвет глаз сегодня? Особенно сегодня, в наш день. Что ж, пора отправляться к Евгению на выручку. Мы снимаем опрос, и знаете, мне очень понравилась ваша шапка и вы. Да, спасибо. А скажите, вам нравится вообще, когда вам комплименты незнакомые люди делают? Ой, вы знаете, ну, конечно, приятно, да. Самый ваш любимый комплимент? Не знаю, то, что прекрасно выглядишь, наверное. Самый такой приятный комплимент. Это о самых приятных и популярных, теперь о необычных. Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! О том, какие необычные комплименты приходилось слышать в свой адрес, мы спросили у редакторов нашего телеканала. Рифат, какой тебе делал необычный комплимент? Ты один из тех людей, с кем и поговорить, и помолчать приятно. Буквально недавно заболела и читала сюжет своим охрепшим голосом, и наш звук-режиссер мне сказал, что наконец-то у тебя голос повзрослел. Мне вообще не делают никаких комплиментов. Исправим несправедливость. Комплимент от нашей съемочной группы. Мы думаем, Дима – один из лучших журналистов республики. Часто вы получаете комплименты или редко психологи советуют реагировать на них положительно. Я и не знала, что коты такие умные бывают. Подумаешь. Если и вышивать могу, и на машинке тоже. В любом случае комплименты показывают, какие мы. Если мы принимаем их вот, ой, нет, это не про меня, то, соответственно, это говорит о нашей самооценке. И человек, который делает нам комплимент, может подумать, да, у человека заниженная самооценка, сделать определенные выводы. Примите достоинство, скажите спасибо, уделите внимание, посмотрите в глаза. В общем, делайте комплименты, принимайте их и получайте удовольствие. Наши любимые телезрители. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика.